Привет! Как дела? В Лондоне снова жара. В этом году столбик термометра перевалил за 40 градусов. Это очередной британский рекорд, с которым я уже встречалась, когда жила в Лондоне 36, 37, 38. Каждое лето приходила такая жара и стояла около недели. Как бороться с такой жарой? Сегодня об этом рассказ. Конечно же, первым делом я всегда думала о морском побережье. Выезжая то в Брайтон, то в Бормут, то в Портсмут, в любой из прибрежных городов, там всегда очень приятно находиться на такой жаре. Ну, не забудьте взять с собой зонтик, чтобы находиться в теньке. О том, как я путешествовала по морским побережьям, я уже рассказывала. Смотрите все британские курорты в этом плейлисте. Если нет возможности выехать на море, значит, это может быть городской пляж. Да-да, в Лондоне есть несколько водоемов, где можно купаться. Это и Гальдпарк, и Хамстедхиз. Об этих двух пляжах я уже рассказывала. Но также есть и другие пляжи. Чтобы на них попасть, ищите на карте ближайший к вам водоем. Я же летом в основном была на каникулах, и поэтому имела возможность находиться дома. Дома, конечно же, намного легче переносить жару, если закрыть все окна, навесить мокрые полотенца, ну, чтобы был влажный воздух. И не запускать солнышко в дом, тогда можно вообще нормально проводить лето в доме. Но, когда выходишь на улицу, там, конечно же, очень сильно парит, поэтому не забывайте взять с собой шляпу. И бутылка воды каждое лето, в любой день, независимо от того, это жара или холод, должна была быть вместе со мной. Вообще, в Лондоне мне всегда хочется пить, поэтому бутылка воды – это неотъемлемый атрибут любого похода по Лондону. Еще очень хорошо помогает влажный платочек на шею. Намачивайте в воде, завязывайте его, как пионерский галстук, и носите во время жары, периодически смачивая его водой. Это хорошо охлаждает и бодрит ваше тело. Также, когда я была няней, мы с детьми проводили лето на патио. Там и загорали, и иногда баловались водой, обливая друг друга. Вот как это было, вам показываю сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал ДimaTorzok Конечно же, такое баловство не приветствовалось папой этих детей, он нечаянно нагрянул домой раньше с работы и немного нас пожурил за то, что мы вот так вот безалаберно и тратили воду и вообще обливали всю патию в такую жару. Но в принципе он понял, что нам было жарко и весело друг с другом. В другом доме, где я жила, я часто тоже оставалась в этом доме одна или мама ко мне приезжала, потому что его хозяева путешествовали и я следила за садом, за домом и за собаками, за которыми я ухаживала, которых я выгуливала. И вот так вот поливая сад, конечно же, я, пометуя дачный опыт, обливала себя из шланга, это было, конечно, очень весело и бодряще так, и немножко стеснительно, потому что это на виду у всех остальных соседей, так как дворы английских домов выходят окна в окна. И, конечно же, с противоположного дома на меня могли смотреть люди, но мне было все равно, и я думаю, что люди тоже понимали, что в такую жару приятно охладиться на свежем воздухе водой из-под шланга. Тут все полилии, такие вот колокольчики у нас тут растут красивые, а также лилии распустились, красота до итога. И вообще весь такой садик ухоженный, красивый. Вот такие цветы. Кипарис. Беленькие такие. Есть салат. Базилик. Нет, это базилик. Не помню, как он называется, но для мяса. Вот базилик. И даже я тут помидоры, когда уезжала, посудила. Помидоры, которые я выращивала из косточек. И вот тут у меня вот цветут. И здесь одна помидорка, уже за которой я слежу. Когда же она начнет спеть? Ну, я думаю, поспеет к моему отъезду. Вот такая красота. Только что полила и весь сад. Вот такие цветы на земле море. Вот старый столик. Можно посидеть в тени. Виноград отрасти. Кстати, виноград еще будет в этом году. Офигенное просто. Такая скульптурка. Барбекюшка, конечно, тут имеется. Всякие кустарники. Ну и цветы. Надо вот их еще подвязать. Это моя лилия. Когда-нибудь она распустится и доживет вот до топорки в размерах. А там летит вертолет еще. И тут есть еще столик для отдыха, где мы завтракаем. В последний год, перед тем, как уехать из Лондона обратно домой в Россию, у меня жила мама. И мы с ней как-то в 36-градусную жалру пошли пешком в Портабелло. На обратном пути маму так сильно повело, что она чуть в обморок не грохнулась. В голландском парке она оперлась на кирпичную стену. В тенечке постояла, наверное, минут 5. И мы потихонечку поплелись домой дальше. Очень было жарко. И можно даже потерять сознание. Поэтому носите всегда с собой какой-нибудь мокренький платочек. Ну и вода, естественно, всегда должна быть при себе. Кстати, да, лучше передвигаться пешком, потому что в автобусе, если кондиционер не работает, там просто как в консервной банке. Едешь и можно просто спечься. И да, никого никогда не оставляйте в такую жару в машине. Даже на 2 минуты. Накал салона происходит моментально и прибавляется 20-30 градусов в плюсом. Поэтому человек, животное и даже растения спекаются моментально. Не успеете. Однажды я, кстати, ходила на Ноттинг-Хилл карнавал, по-моему, и видела в машине собаку, которые оставили вот такую вот щель. А была жара тоже. И полицейские женщины пытались открыть окно. Но я тоже попыталась им как-то помочь. Они сказали, отойдите, вы не должны этого делать. Это имеет право делать только полицейские. Гражданские лица не могут бить окна или открывать автомобили. Даже если там находится животное, которое надо спасти. Вызывайте полицию в срочном порядке и старайтесь наблюдать. Но, конечно же, если это будет вопрос жизни и смерти, мне кажется, можно кинуть любой камень, лишь бы там вытащить ребёнка или собаку и спасти от смерти. В доме, в основном, даже здесь, в Петербурге, когда очень жарко, ну, у нас здесь до 30 градусов очень редко доходит, но всё равно жара ощущается сильная. Я делаю себе такую дульку, намачиваю всю голову холодной водой и хожу в намоченной водой и ночнушке или простыне. Ну, хорошо, что у меня на две стороны окна и стараюсь делать сквознячок. Закрываю шторами. У меня шторы blackout, то есть полностью закрывать, потому что у нас белые ночи и просто невозможно спать, когда у тебя в окна светит яркий свет. Поэтому шторы закрываю в жару. Также у меня на балконе есть жалюзи, тоже blackout. В общем, держим дом в холоде и в темноте. И когда приходишь с улицы, с удовольствием окунаешься вот в эту прохладу. Но когда уже не помогает, если жара стоит 2-3 недели, в том году вот у нас была такая жара, мы купили для этого вентиляторы. Кондиционеров дома у нас нет. Ну, как бы не очень-то и нужно в Петербурге, потому что в среднем температуру воздуха летом в нашем городе 20-25 градусов тепла. Естественно, в такую жару страдаете не только вы, но и животные. Поэтому старайтесь окутывать и прохлаждать своих собак, кошек мокрыми махровыми полотенцами. Вот я так делала с собаками, за которыми я ухаживала в английском доме. Здесь в Петербурге у нас челсик. Она не любит воду, но я стараюсь всегда в солнцепёк смочить ей голову и дать воды попить. А также в том году, когда у нас в Петербурге стояло 2-3 недели жара, мы видели, что птицы, вороны, голуби ходят и так вот пытаются найти воду. Нигде не было воды. И мы с мамой ходили по кустикам, раскладывали такие плошечки и наливали воды. Вот кто бы мог подумать, что мы будем вот так вот ходить и заботиться о птицах. А где им ещё взять воды? Да не вы, они, видимо, не знают, как долететь. Хотя она тут недалеко от нас. Ну, в общем, и бездомным кошкам всем мы наливали воды. Старались помочь как могли. А также поливали на улице растения, которые засыхали от такого зноя. Вот такие вот дела. Вот так вот мы справляемся с жарой. Но, конечно же, самое приятное – это выехать на море. Кому удастся – удачи. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok